чтобы программировать посредством языка python есть смысл установить специальную оболочку которая делает такое программирование удобнее особенно для человека неопытного в программировании есть две популярных оболочки для этого анаконда и она выдачи первая и гугловский продукт коллаб он выдачи не первый но почти я расскажу про анаконду про ее установку и несколько нюансов использования на сайте anaconda.com главная страница как раз содержит продукты для индивидуальных пользователей можно просто прокрутить в самый низ и увидеть версии для windows macos и linux если на вашем компьютере не установлен python причем python 3 потому что есть еще python 2 это два немного разных языка если не установлен python 3 то с установкой анаконда язык тоже будет установлен надо выбрать подходящую версию 64 бита или 32 бита как узнать какая у вас версия windows ну если она конечно windows следует открыть панель управления можно это сделать через окно поиска набрать панель управления найти в панели систему зайти и посмотреть в моем случае windows 64 разрядная поэтому я выбираю для установки этот вариант устанавливаю дистрибутив запускаю установленный исполняемый файл он исполняем и потому что у него расширение икз и x и интерфейс установщика оставляя все по умолчанию данным данным Процесс может занять энное количество минут, может быть даже 10, может быть и 15. У меня этот этап заняло примерно 5 минут. Next. Next. Finish. Теперь посредством того же окна поиска вы можете найти анаконду. Но нужна не сама анаконда, а встроенный в нее Jupyter Notebook. Нажимаем. Открывается браузер, установленный на вашем компьютере по умолчанию. В открывшемся окне браузера видны папки вашего компьютера. Например, рабочий стол. Можно вернуться назад. Это та самая папка, в которую по умолчанию и была установлена анаконда. В моем случае это диск C, User, Select, C. Вот эта папка. Визуально она не вполне может совпадать с тем, что было видно в браузере. Еще раз посмотрим. Здесь меньше папок, и они называются все по-английски, потому что здесь нет локализации, и некоторые папки не видны. Тем не менее, это та самая папка. И желательно запомнить ее, потому что именно сюда по умолчанию будут сохраняться все файлы со скриптами, которые вы будете создавать. Если вы в них специально не обозначите путь для сохранения в другую папку. Смотрите, я сейчас создам новый чистый файл Jupyter Notebook. Открылась новая вкладка. А в старой вкладке я вижу, что появился файл с названием Untitled. И в проводнике он тоже появился. То есть, надо запомнить, что по умолчанию скрипт сохраняется в ту папку, из которой вы его создали. Например, я могу зайти на рабочий стол и здесь создать файл Jupyter Notebook. Открылась новая вкладка, точно такая же, как я показывал до этого. Этот файл тоже называется Untitled. Возвращаюсь во вкладку, где отображается рабочий стол. Посмотрите, вот этот файл появился. И в проводнике я могу перейти к рабочему столу и тоже увидеть этот файл Untitled. Что получается? Получается, у меня уже на рабочем столе есть файл Untitled. В папке Алексея есть файл Untitled. И можно просто запутаться. Поэтому рекомендую вам выбрать папку, в которой вы будете создавать, редактировать скрипты. Запомнить эту папку. Вместо того, чтобы создавать много файлов с одинаковыми названиями в разных папках и путаться в них. Я закрыл вкладки с двумя файлами Untitled. На рабочем столе этот файл подсвечивается зеленым. То есть он активен все еще, хотя я его закрыл. Его можно остановить. Shutdown. Он стал черненьким. Более того, его можно отсюда и удалить. Возвращаюсь в папку Алексея. Здесь все еще активен файл Untitled, который я создал первым. Я закрывал вкладки, соответствующие файлам Untitled. А теперь я снова хочу зайти в этот файл. Я просто кликаю на него. Он снова открылся. Чтобы не путаться в файлах с одинаковыми названиями, желательно переименовать. Причем содержательно переименовать этот файл. Назову его демонстрационный. Вот так выглядит редактор для создания скриптов на Python в рамках Anaconda. Этот редактор называется Jupyter Notebook. В Anaconda встроен и своего рода терминал, которым тоже можно программировать на Python. Он называется Anaconda Prompt. Его тоже можно вызвать через окно поиска. Черное окно с белыми буквами. Или вкладка браузера с кнопочками и окошками. Мне больше нравится второе. Поэтому я закрою Anaconda Prompt. Хотя иногда приходится прибегать к Anaconda Prompt, когда некоторые команды в Jupyter Notebook не срабатывают. И еще обращаю ваше внимание, что по умолчанию открывается при запуске Jupyter Notebook и остается еще одно черное окно, которое называется Jupyter Notebook. Его не надо закрывать специально. В нем отображаются некоторые действия, которые вы производите. И оно демонстрирует, что ядро Pernal работает. Ядро – это как раз то самое, что и обеспечивает функционирование вкладки браузера как редактора для Python. Если ядро отключить, в том числе закрыв окно Jupyter Notebook, то эта вкладка перестанет работать как редактор. Ничего не будет происходить. И даже тот код, который вы можете записать в этот редактор, не сохранится. Давайте посмотрим, что будет, если я примудительно закрою. Появилась подпись о разрыве соединения. Теперь эта вкладка бесполезна. Как вернуть все назад? Еще раз запустить Jupyter Notebook. В окне поиска я набираю Jupyter. Достаточно. J.U. Снова открывается черный окно Jupyter Notebook. Открывается новая вкладка, в которой указаны все папки. Предыдущая вкладка осталась открытой, и она тоже активна. Сейчас две вкладки дублируют друг друга, поэтому одну из них можно закрыть. Возвращаясь к вкладке файла «Демонстрационный», здесь не произошло обновления. Чтобы надежнее действовать, я закрою эту вкладку. Во вкладке с папками кликну на название файла «Демонстрационный», и он снова откроется. И, как вы видели, происходил запуск ядра и уведомление о том, что ядро подключено. Файл готов к работе. Почему работа внутри Jupyter Notebook мне нравится больше, чем работа? в терминале, потому что здесь лучше визуализация, здесь есть подсказки. Например, я хочу импортировать, то есть активировать, некоторые модули или пакет, или еще называю библиотеку. Для этого есть команда «Импорт». Я могу начать печатать, нажать «Tab», и Jupyter дописывает это слово. Наверное, в этом слове я не ошибся бы, но есть слова посложнее, которые отвечают за разные команды. И чтобы не ошибиться в них, удобно пользоваться подсказками. Например, для Пайтона важно строчная буква или прописная. А вы можете забыть, нужна строчная или нужна прописная. Из-за такой детали, маленькой детали, написание кода может замедлиться. И чтобы оно не замедлялось, есть подсказки. Вы нажимаете «Tab», предлагается нужный вариант, и вам не приходится вспоминать, гуглить и тому подобное. Как вы видите, если написать «Импорт» и снова нажать «Tab», то целых три варианта предлагается. Но мне, допустим, нужен именно импорт. Я хочу установить пакет «Pandas», который я хочу активировать. Пакет «Pandas», который отвечает за работу с таблицами. Такой своего рода аналог Excel. Я нажал «P», нажал «Tab», и, пожалуйста, вот есть «Pandas». Попробую запустить эту ячейку. Как? Можно нажать кнопку «Run», а можно, находясь в этой ячейке, нажать «Shift-Enter». Появилась новая ячейка, предыдущая ячейка получила свой номер. Это номер операции с момента активации файла. Я открыл файл, он активировался. Это можно видеть в вкладке с папками, потому что он подсвечен зеленым, он активирован. Вот с момента активации в этом файле команда «Import Pandas» была первой, и она получила номер один. Допустим, я хочу произвести какую-то операцию до импортирования Pandas. Мне принципиально, чтобы она произошла до. Как это сделать? Если нажимать на кнопку с плюсом, то я буду добавлять ячейки вниз. А я хочу, чтобы они появились сверху. Сверху они не добавятся, но можно кликнуть на номер ячейки, нажать «Escape-X», вырезать ее и вставить ниже. «Escape-V». Вот, например, так. Теперь у меня сверху две пустых ячейки. А если я хочу импортировать и Pandas, и еще один пакет, который отвечает за работу с графиками и диаграммами. «Matplotlib». Я помню, как он называется, но название у него длинное. Подсказка пригодится. «Import». По подсказке «Пробел», «Matplotlib», «Ma» и дальше «Tab». Вот он, «Matplotlib». Супер. Я могу запустить. «Shift-Enter». Теперь у меня импортированы, то есть активированы и Pandas, и «Matplotlib». Почему у меня так все хорошо работает? Потому что анаконда у меня установлена давно. Но сегодня я ее удалил для записи этого видео и заново установил. И, насколько я помню, и Pandas, и «Matplotlib» встроены по умолчанию в анаконду. То есть удобство использования оболочки еще и в том, что в нее встроены дополнительные модули и пакеты. А если пользоваться Python без оболочки, то придется самому искать и устанавливать дополнительные модули и пакеты, которые позволяют решать специальные задачи. Вот, например, Pandas специально предназначен для работы с таблицами, а Matplotlib специально предназначен для работы с графиками и диаграммами. В среде Python по умолчанию нет таких развитых инструментов для работы с таблицами или работы с графиками и диаграммами. По умолчанию в Python нет. А в анаконде по умолчанию есть. Если требуется установить какой-то модуль или пакет, который по умолчанию не установлен в анаконде, например, я хочу импортировать пакет RANDAN, предназначенный для социологического анализа данных. Импорт. Я набрал RA, нажал TAB, а подсказки нет. RANDAN здесь отсутствует. Почему? Потому что пакет RANDAN не встроен в анаконду по умолчанию. Его следует установить на свой компьютер, прежде чем к нему можно обратиться при помощи импорта. Как его установить? При помощи специальной команды, которая начинается с восклицательного знака. Дальше PIP. Дальше INSTALL. Причем можно использовать более общую команду. Install, пробел, два девиса, upgrade. И дальше имя пакета запускают. Установка может занять какое-то время, потому что происходит скачивание из интернета на компьютер. В данном случае это пара минут. Отчет о том, что установка произошла. Здесь есть слово «саксэсфоли», что намекает об успешной установке. Если бы возникли проблемы, здесь было бы сообщение об ошибке или хотя бы предупреждение. Теперь я могу попробовать импортировать RANDAN. То есть активировать его уже со своего компьютера. Теперь он есть в списке подсказок. Я уже понаделал много ячеек. Одна из них теперь лишняя. Вот эта. Как ее убрать? Вырезать либо при помощи кнопки с ножницами, либо ESCAPE X. Логично разместить команду PIP install upgrade с самого верха. Поэтому я заберу отсюда три ячейки, выделив их, зажав клавишу shift. Вот сначала одну ячейку, зажал shift вниз и вниз. Дальше ESCAPE X и вставлю их под PIP install. То есть нажимаю ESCAPE V. И вот они вставились под PIP install. Допустим, дальше я хочу, чтобы RANDAN находился вместе с PANDUS и MADPUT-LIV, а не занимал отдельную ячейку. Я могу выделить внутри ячейки import RANDAN. Нажать Ctrl-X или в версии для MACOS Command-X, зайти в нужную ячейку и нажать Ctrl-V или Command-V. То есть правило. Если работаете внутри ячейки, то используете широко известные Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-C для того, чтобы вырезать, вставить, скопировать. Если работаете вне ячейки, то есть с ячейками в целом, то нажимаете вместо Ctrl-Escape. ESCAPE X, ESCAPE V, ESCAPE C. И чтобы удалить эти ячейки, я могу нажать ESCAPE X, ESCAPE X. Вот здесь такая длинная выдача мне не нужна. То есть я посмотрел, мне достаточно. Я хочу, чтобы она стала покороче. Как это сделать? Влезть слева. Есть кликабельная область. Я к ней подвожу, она выделяется. Можно на ней один раз кликнуть, и окно выдачи сожмется до стандартного размера. А можно два раза кликнуть, и оно вообще сожмется. А можно еще раз кликнуть, и оно развернется полностью. И можно еще раз кликнуть и сжать до стандартного размера. И я понимаю, что мне больше в обозримой перспективе эта команда не понадобится. Но хочу, чтобы она здесь осталась, но не исполнялась при следующих запусках. Как это сделать? Нажать Ctrl-Slash, и она закомментируется. Решетка отвечает закомменчиванию. Можно писать решетку и вручную. Но если вы хотите закомментируете три строчки, вам придется вручную каждую из них вписывать. А при помощи Ctrl-Slash вы можете закомментировать сразу все три. А нажав еще раз Ctrl-Slash, раскомментируете. Очень удобно. Еще раз обращаю внимание на номера, которые приписываются ячейкам в порядке их исполнения с момента последнего активирования файла. Получается, что сейчас, хотя у меня эта ячейка ниже, чем эта, но я вижу, что последней исполнялась эта ячейка. И это тоже важно для понимания того, что происходит в скрипте, если скрипт сложный. Кроме того, если вместо цифры стоит звездочка, и при этом здесь кружочек не белый, а черный, это означает, что процесс выполняется. Я сейчас сделаю бесконечный цикл. Бесконечный цикл – это, понятная, ошибка, но я сделаю его специально, чтобы продемонстрировать. Допустим, я записываю, что некий объект i равен нулю. Дальше следующие чанки. Те ячейки, они называются чанками. И это все чанки. While i равняется нулю. Enter. Не забываем двоеточие, потому что это цикл, а у цикла есть тело. Сейчас тело цикла я заполняю. Print i. Запускаю этот чанк, запускаю этот чанк. И он будет принтить i бесконечно долго, потому что цикл бесконечный. Видите, звездочка, видите, черный кружок. Что же делать? Как же быть? Я запустил бесконечный цикл, он будет работать вечно. У этого есть кнопка, позволяющая остановить процесс. Мне повезло, процесс остановился без перезагрузки файла. Так везет не всегда. Иногда Jupyter Notebook так увлекается, что не реагирует на кнопку Interrupt Kernel. Можно ее много-много-много раз нажать, и все равно он не реагирует. Тогда приходится прибегать к более мощному средству, а именно Restart the Kernel. Фактически, нажав эту кнопку, весь файл активируется заново. Эта процедура равносильно тому, что я некоторое время назад проделал, закрыв окно Jupyter Notebook и потом заново вызвав Jupyter Notebook. Равносильно. Почти. Все-таки вызов заново Jupyter Notebook – это более сильная процедура. Но для конкретного файла, демонстрационный, впоследствии одинаковые. Файл активируется заново. Содержимое всех ячеек перестает быть активным. Ячейки требуют нового запуска. Давайте я сейчас все-таки перезапущу ядро. Предупреждение, поскольку да, это сильное средство. Restart. Смотрите, допустим, это ячейка номер 2. Но это в старой активации файла. А теперь она станет номером 1. Потому что с момента активации этого файла, последняя активация, это первая запущенная ячейка. Я исправлю этот цикл, чтобы он не был бесконечным. Например, сделаю 10 итераций. Теперь цикл не будет бесконечным. Запускаю этот чанк и этот чанк. 10 итераций. Причем, заметьте, что в Python исчисление начинается с нуля. Первый объект всегда имеет номер 0. А допустим, у меня много чанков. И я не хочу каждый из них нажимать Shift-Enter. Shift-Enter, Shift-Enter, Shift-Enter. Можно запустить целиком весь скрипт. Кнопка Penal. Restart. And Run All. В результате файл заново активируется. И запускаются все имеющиеся чанки. Первый чанк. Он запущен, но поскольку команда закоменчена, он считается пустым. Поэтому у него теперь нет вывода. Импорт проработал. Этот чанк и этот чанк проработали. Допустим, я поработал и хочу уйти. Сохраняю файл на всякий случай. При том, что здесь есть автосохранение. Вот он пишет, когда последний раз происходило сохранение. Можно закрыть файл, закрыть и вкладку с папками, закрыть весь браузер, закрыть и черное окно Jupyter Notebook. Его последний, после сохранения, закрываем. Все. Прошло какое-то время. Я снова хочу обратиться к этому файлу. Запускаю Jupyter Notebook. Открывается сначала черное окно, потом браузер, который установлен по умолчанию для вашего компьютера. Открывается корневая папка. Здесь у меня файл демонстрационный. Я захожу в него, тем самым его активирую. Перезапускаю его, чтобы исполнились все чанки. Причем могу даже перезапустить его без того, чтобы исполнились чанки. Допустим, сначала я так и сделаю, чтобы убрать содержимое всей выдачи. Restart and Clear Output. Чистый файл. В том смысле, чтобы у меня нет выдачи. Готовый к исполнению. Иногда это удобно, когда очень много всякой выдачи, и она отвлекает. И теперь Restart and Run All. Все отработало. Допустим, создание этого цикла стоило мне больших трудов. Я дорожу им. Но я хочу этот файл каким-то образом отредактировать. Вот запомните. Если какой-то файл, какой-то скрипт вам дорог, не редактируйте его. А создайте копию. Файл. Make a copy. Видите? Дистанционный. Тире копи one. Этот файл снова нужно перезапускать, потому что эти чанки сейчас не активированы. Кринал. Рестарт. Давайте покажу. Например, я хочу вывести содержимое объекта i. Shift-Enter. Видите? Ошибка. Потому что i не определен. Потому что надо заново запустить все чанки. В данном случае хотя бы этот чанк. Запускаю. И теперь i будет определен. И он содержит значение 0. А можно просто через kernel restart run all запустить все чанки. И вот теперь уже можно редактировать. Дополнять скрипт каким-то новым циклом, каким-нибудь условием. Что-нибудь еще можно даже цикл удалить, без принта сделать. Допустим, я хочу в этом файле написать код для проверки тестовых работ моих студентов. Студенты вписывают свои ответы в файл формата Google Sheet. То есть фактически табличный формат. Поэтому я могу как раз использовать Pandas для того, чтобы загрузить ответы прекрасной 197 группы. Например. Ответы студентов 197 группы находятся в этом файле. Я копирую отсюда имя файла и попытаюсь открыть этот файл в скрипте. Обращаюсь к Pandas. Написал Pan. Нажал Tab. Он достроил. Дальше точка. Потому что обычно функции, входящие в состав каждого пакета, пишутся через точку. Вот название пакета. Pandas. Название пакета. Дальше должна пойти функция. Или по-другому такие специальные или пакетные функции называются методами. Точка. И, допустим, я не помню, как точно называется эта функция. Но я помню, что должно быть что-то типа read. Я начинаю писать rea. Дальше нажимаю tab. Смотрите. Много всяких read. Меня интересует read Excel. После названия функции обычно открываются скобки. Причем Jupyter помогает вам сразу ставить открывающую и закрывающую скобку. И дальше надо название файла подать. Причем если я не помню, что нужно сюда подать. Название файла или что-то еще. Я после открывающей скобки могу нажать shift tab два раза. И откроется подробная подсказка о том, какие аргументы функции следует подать. Вот я вижу. Во-первых, нужно действительно подать файл, содержащий таблицу. Поддерживаются файлы в таких форматах в рамках функции read Excel. Я вставляю имя файла. Пробую запустить. И ничего не работает. Почему? Я допустил две ошибки. Но сначала разберемся с первой из них. В директории такого файла нет. Действительно. Файл линейной регрессии тест находится в загрузках. А скрипт демонстрационный copy one находится по адресу компьютер, диск c, пользователь Алексей. Таким образом, надо либо перенести Excel файл в эту папку, либо перенести скрипт для анализа в загрузки, либо в скрипте указать путь. Я выбираю указать путь, потому что это более универсальное решение. Кстати, хороший фильм. Как указать путь? Надо указать компьютер, загрузки. Но так неудобно вписывать вручную. Можно ли как-то получить путь к файлу автоматически? Да, можно. Правая кнопка мыши на файл. Свойства. Расположение. Копируем. Перехожу в скрипт. Путь должен помещаться внутрь кавычек, перед названием файла. И закрываться бэкслэшем. Попробую запустить. Снова будет ошибка. Действительно. Python требует два бэкслэша вместо одного. Поэтому я проставлю вручную бэкслэш. Хотя можно это сделать и более автоматизированно. Может быть так сработает? Опять не работает. А что ж такое? Опять не находят файл в такой директории. На самом деле файл там есть. Я забыл указать после имени файла через точку его расширения. XLSX. И последняя попытка. И эта попытка оказалась успешной. Файл загружен. Видите, теперь можно сказать, что это уже не какое-то демонстрационное копия. Это уже оценка. Студенческих работ. И, допустим, я написал код для оценивания работ. Закрыл этот файл. Потом через неделю подумал, что его можно улучшить. Снова открываю. И в этом ли файле мне проводить улучшение? Конечно, нет. Надо сделать его копию. И уже здесь проводить улучшение. Потому что если окажется, что мое улучшение привели не к улучшению, а к тому, что скрипт не работает, и, например, времени не хватает привести его в должный вид, или еще какие-то трудности, я останусь с моим исходным скриптом, который работает. Вот с этим. Если же я в нем буду проводить редактирование, буду редактировать, 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 а потом увижу, что ничего не работает, я останусь без работающего скрипта. Потому что откатить изменения в джупитере можно, но только в ограниченном объеме. То есть какие-то изменения при помощи Ctrl-Z я могу отменять, но количество изменений, которые могут быть отменены, ограничены. И в какой-то момент отмена изменений прекратится. Не забывайте о тех нюансах, о которых я вам рассказал. Спасибо за внимание и успехов. Спасибо за внимание.